МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Новосибирск". В сухих справочных данных говорится о том, что это самый крупный мегаполис на востоке России. Город-миллионник. Причем самый молодой миллионник с историей едва больше одного столетия. Как и другие мегаполисы мира, он притягивает к себе таланты, мозги, рабочие руки. Люди едут туда, где есть перспективы. Совершить нечто заметное получается, конечно, не у всех. Да и не все к этому стремятся. Просто трудятся. Словом, город для тех, кто сам для себя решает, как жить и к чему стремиться. Если подбирать короткое и емкое определение для Новосибирска, то вполне можно говорить, что здесь реализован урбанизм с человеческим лицом. Когда мегаполис – это не только место обитания богатых и очень богатых. Простой человек здесь тоже ощущает себя дома. Парковаться можно бесплатно даже в центре. Ролейбус и трамвай – популярное и перспективное средство передвижения. А элитные высотки из стекла и бетона мирно соседствуют с пятиэтажками и обычным частным сектором. Начиная с 90-х годов, развитие города шло по столичному сценарию. Со всеми плюсами и минусами. Но в 2014 году власть в городе поменялась. На выборах победил коммунист Анатолий Лопать. Со своими представлениями, как нужно развивать крупнейший сибирский мегаполис. Кто-то ушел сам, с кем-то мы расстались, а кто-то остался. И мы, в конечном итоге, за пять лет создали, я надеюсь, мне не нравится слово «команда», это из спортивного лексикона больше, но коллектив, рабочий коллектив, который принимает решения, решает непростые очень задачи в интересах развития города Новосибирска. На амбициозные прожекты, чтобы весь мир удивить, замахиваться не стали. Экономили, тщательно взвешивали, расставляли приоритеты. Новая команда приняла решение сконцентрировать усилия по трем направлениям. Развитие транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов и обустройство зеленых зон. Большой мегаполис – это большие расходы. Однако город, который неофициально минует столицей Сибири, соответствующими такому статусу доходами, не обладает. Самые лучшие времена – 24,5 миллиарда рублей, что в десятки раз меньше казны любого из округов Москвы. Но тут было принято решение о том, чтобы снять с нас 10% НДФЛ, которые мы отщепляли в пользу доходов городского бюджета. Это сразу наш бюджет просел на 3,5 миллиарда рублей. На фоне вот этих 24, вы понимаете, что это очень серьезная сумма. Это обескроило наш бюджет, это обескроило, прежде всего, бюджет развития. Это связало руки нам в смысле развития города Новосибирска. Решение о перераспределении денег в пользу регионального бюджета было принято в 2014 году областным законодательным собранием, сразу после выборов. Лишь спустя какое-то время, работа с получением опыта, я понял, что это было политическое решение. Нам от нас ждали, что мы не справимся, что мы покажем, что мы несостоятельны, что мы привели город к кризису. Финансовые возможности муниципалитетов серьезно ограничены федеральным законодательством. Арифметика неутешительна. В 2018 году на территории Новосибирска собрано 154 миллиарда 800 миллионов налоговых доходов. Из них на нужды города осталось всего 17 миллиардов 400 миллионов. Это чуть больше 11% от собранных налогов. Львиная доля доходов без малого 56% всех средств идет в федеральный бюджет. И еще более 33% средств перечисляется в региональную казну. Но, тем не менее, мы справились, и город развивался, и рос, и прибавил существенно по показателям в развитии и в строительстве, и в количестве новых школ. Несмотря ни на что, к 2019 году бюджет развития Новосибирска вырос на 5 миллиардов рублей. А в рамках реализации нацпроектов за последние два года на нужды города из бюджетов разных уровней привлечено еще 4 миллиарда. Об этих нацпроектах здесь говорят как о серьезном подспорье. На таком серьезном уровне к ремонту дорог город пришел только третий год. С 17-го года, когда мы попали, город Новосибирск попал, когда он назывался приоритетный проект федеральной безопасной и качественной дороги БКД. С этого года это уже национальный проект, безопасные и качественные автомобильные дороги. Соответственно, это уже финансирование, в том числе и федеральное. Дорожники определили приоритеты, и ежегодно в рамках национального проекта в Новосибирске проводят капремонт 30 километров дорог. В 2019 году на реконструкцию городских дорожных магистралей выделен миллиард рублей. Этих денег хватит, чтобы обновить примерно пятую часть городских магистралей. В среднем за последние пять лет отремонтировано около 1 миллиона квадратных метров уличных дорог. Только по программе безопасные и качественные дороги привели в порядок 42 километра покрытия. Отремонтировали 455 улиц частного сектора и 192 тротуара. Строительный сезон в городе Новосибирске в Сибири короткий, поэтому в апреле мы заключили контракты, то есть вышли подрядчики на объекты. И до 2 сентября мы должны по условиям контракта работы завершить. На трех улицах Новосибирска в этом сезоне запланирован капитальный ремонт. Он включает не только замену верхней части дорожного полотна, но и всю инфраструктуру. Тротуары, освещение, видеофиксацию. Технология ремонта везде одинаковая и в Сибири, и на юге России, поясняет руководитель компании-подрядчика Виктор Сушко. Отличается за счет инертных материалов. У нас инертные материалы по составу по своему крепче. Базальтовые породы, диабаз, они крепче, чем, допустим, Краснодарский край. Горы здесь свои, поэтому и у нас возят здесь. Поэтому именно по приготовлению асфальтобетонной смеси больших отличий нет. По внутреннему составу небольшие отличия есть за счет инертных материалов. Чтобы увеличить налогооблагаемую базу, навели порядок в торговле. Вернее, в самой криминальной ее части, так называемого Сибирского черкизона, стихийной барахолки на Гусенобродском шоссе. Здесь крутились миллиарды теневых денег. Квадратные километры занимали склад, лотки. Казалось, что так будет вечно. Я ходила на работу с лизами на глазах. Ну как, холодно. Представьте себе, это контейнер. Все развешать, все свешать, все прибрать, все убрать. То есть были даже как бы проблемы, людские проблемы были. Потому что люди не хотели ждать. Представьте себе, да, какое отношение было к нам. Как мы приходили с работы с красными лицами. Представьте, думали, что мы тут такие товарищи неадекватные. Представьте, когда ты приходишь человек, да, как раз облицом. Что мы люди пьющие, нехорошие. Когда новые власти Новосибирска объявили о ликвидации сибирского черкизона, началось беспрецедентное давление на мэрию. Торговцы собирали митинги и устраивали целые демонстрации. Беспилотник, при помощи которого пытались сделать карту брахолки, сбивали из ружья. Приемную городского руководства осаждали мутные личности с интересными деловыми предложениями. Я долго думал, потом вспоминая это все, почему нам удалось, почему до нас не удалось справиться. Но единственный у меня ответ на этот счет есть. Мы не контактировали, у нас были чистые руки. Мы не были никак замешаны. Не участвовали в этой торговле. Я месяц не брал, не прикасался к телефону. Мне звонили, со мной пытались встретиться. Но я понимал, если я встречусь хоть с одним, тогда все, это провал. Тогда все остальные, у всех появится основание говорить. С ними разговариваешь, давай с нами договаривайся. Поэтому я понимал, что здесь надо, чтобы все понимали. Дальше так не будет. Уличный рынок снесли. Вместо него построили современные торговые центры. Так что мелкие торговцы получили рабочие места. Социальный взрыв, который старательно провоцировал местный криминал, был успешно предотвращен. Началась спокойная работа. Товары, это первое, очень не портится. Главное, еще мы, у нас внешний вид тоже не портится. Это тоже, знаете, очень благоприятный условие. Хороший внешний вид, это настроение хорошее, общение с клиентами хорошее. Прибыль получше. Получше. Ну, примерно, на сколько получше? Ну, процентов на 30. Больше прибыль, больше налогов. Как правило, индивидуальные предприниматели платят государству по упрощенной системе налогообложения. Теперь десятая часть от этих перечислений идет в городскую казну. Это значит, что основные проекты Новосибирска теперь во многом зависят от малого бизнеса. Но это произошло только после того, как 4 года город существовал на голодном пайке. Доходная часть только в 2019 году вышла на показатели года 2014. Только формируя бюджет этого года, 2019, мы вышли, наконец, на 24 миллиарда. Мы сумели сравняться с 2014 годом. Представляете, какой провал был, в каких сложных условиях мы работали. Да, с нынешней областной властью нам удалось выстроить отношения, нам удалось выстроить с федеральным центром отношения. И это очень важно, это сыграло положительную роль. В конечном итоге нас услышали. Дополнительные деньги еще только предстоит осваивать. Самые важные городские проекты начинались в условиях хронического недофинансирования. Думали, считали, выкручивались. Вот, к примеру, взялись за городской электротранспорт. В трамвайном депо идет наладка нового, только что купленного вагона. На подготовку к работе две недели. Ну, после этого, вот как мы эти три двери отрегулируем, параллельно у нас производится подключение силового оборудования. Так как трамвайные тележки, капитальный ремонт мы проводим здесь на месте, кузов приходит с Белоруссией, здесь мы уже это все соединяем в одно целое. Когда власти города изучили рынок трамваев, то поняли, что купить вагоны, как в Москве, не получится. Дорого слишком. И появился собственный проект – БКМ «Сибирь». Кузов, электрическое оборудование, все работы внутри салона, облицовка, покраска, сидения закупают в Белоруссии. Остальное делается здесь, у нас, в Новосибирске. Мы получаем трамваи на модернизацию, полностью разбираем их. Траваи – те детали, которые годны для дальнейшей эксплуатации, мы их забираем, модернизируем, что-то там навариваем, дефектоскопии делаем, проверяем. Вот. И используем для дальнейшей работы. Это в основном механическое оборудование. Колесные пары докупают в Челябинске, ремонтируют на одном из местных предприятий электродвигатель. Новое оборудование позволяет не только потреблять электроэнергию, но и вырабатывать и возвращать это электричество в контактную сеть. Поэтому расход энергии сокращается примерно на 30%. Проект финансируется поровну из бюджета города и области. Траваи у нас на выходе, он получается 18 миллионов рублей. Если закупать готовый трамвай? Если закупать готовый трамвай, ну, предлагают сегодня, если даже с учетом субсидий, он где-то порядка 19-20 миллионов, а субсидий 8 миллионов, прибавить 19-20, 27 миллионов. Новый трамвай стоит 28. Поэтому он выгоднее, выгоднее делать. Накануне съемок город получил вот этот, 18-й по счету вагон. Оказалось, что такой конструктор из старых и новых трамваев оптимальный вариант для Новосибирска по цене и качеству. Оборудование от старых трамваев, КТМ, поясняют инженеры, больше приспособлено для сибирских условий. Вот почему гибридное инженерное решение было принято для обновления трамвайного парка. И это лишь часть стратегического плана развития города, в который заложено развитие общественного транспорта прежде всего. Мы пришли к выводу, что вот тот транспортный каркас, который существует в городе Новосибирске, который сложился исторически, он просто не рассчитан на количество, такое количество автомобилей, прежде всего частных, конечно, автомобилей, которые заполняет город Новосибирск. Отсюда и пробки. Можно сколько угодно сегодня гнаться, говорить о развязках, говорить о том, что нужны какие-то новые улицы, о расширении существующих улиц. Не удастся, не получится. Не будем успевать, потому что принципиально вот этот каркас заложен таким образом, что у него конечное количество автомобилей. А значит, надо делать ставку на общественный транспорт. А чтобы и общественный, и личный транспорт передвигался с минимальным риском, постоянно думают, как рациональнее дороги обрабатывать. Нужную для этого смесь заготавливают заранее. В Новосибирске используют пески дробления, горных пород и соль. Стараемся уйти от пыли, которая у нас сегодня в городе присутствует весной. Содержание пылевидных веществ в этой породе до полутора процентов, то есть это минимальный процент, который мы добиваемся. Ну и стараемся, чтобы все-таки гражданам городу дышалось легче весной. Города нужно около 100 тысяч тонн на холодное время года. К концу июня заготовлена треть всего объема. Вот в этой горе песка, к примеру, около 30 тысяч тонн, которые уже не будет, как раньше, доставлять горожанам неудобства. На улучшение городской экосистемы направлены и некоторые частные проекты, которые развиваются при поддержке из бюджета. 3 миллиона 800 тысяч рублей получило от города предприятие «Катализатор» на закупку оборудования. Часть наших разработок, она направлена как раз на решение экологических проблем. Поэтому здесь мы тесно сотрудничаем с департаментом промышленности и инноваций. Мэрия города Новосибирска участвует в конкурсах, которые они объявляют по поддержке таких предприятий, которые производят продукцию для городского хозяйства. Вот, в частности, все эти аналитическое оборудование, исследовательское оборудование, все эти лабораторные комплексы, они нам помогают разрабатывать новые марки катализаторов, которые используются в промышленной экологии. Это один из самых успешных сибирских проектов в области промышленной химии. Среди 70 видов продукции – соединение для нейтрализации выбросов электростанций, работающих на угле. Впрочем, в Новосибирске стремятся и вовсе отказаться от объектов с подобными особенностями. В прошлом году в котельные районы лесоперевалки заменили угольное оборудование на газовое. Гарь, сажа – это все летело, оседало здесь у нас, на территории нашего района, на территории школы, потому как роза ветров как раз в нашу сторону. Если сравнивать с тем, что мы имеем в этом году, газовое отопление городское, то заметно стало теплее в школе и чище на территории. То есть снег белый у нас появился, сажа меньше стало. Все, что касается школ и детских садов, на особом контроле городских властей. За прошедшие пять лет в Новосибирске построено девять средних школ. Сторожилы уверяют, что таких масштабных строек не было с советских времен. Продолжается строительство еще четырех образовательных учреждений, каждая из которых рассчитана на 1100 мест. Помимо этого, в течение пятилетки сдано 29 детских садов. Вот, к примеру, один из них за номером 59. Благодаря программе обеспечения доступности дошкольного образования в 2015 году путем реконструкции были открыты третий и четвертый корпус нашего детского сада. И мы обеспечили более 700 мест для детей нашего города. которые имеют возможность сейчас посещать детский сад. Все группы оснащены мобильной мебелью, которая трансформируется по интересам. Такие пространства воспитатели называют по-взрослому – творческими лабораториями. Мы можем двигать и создавать свои центры. Ну, например, центр экспериментирования, центр, например, правил дорожного движения по безопасности. То есть мы двигаем мебель так, как мы хотим. Это позволяет детям как бы все время посещать новую, новое пространство осваивать. Новые возможности у детей появляются. И зонирование позволяет детям уединиться, если кому-то, например, хочется поиграть в тишине отдельно от всех. У Ольги Вершининой в этом саду занимается дочь. Уже перешла в старшую группу и через год пойдет в школу. Уверена, что с детским садом ей просто повезло. Пришли в два с половиной года, уже сразу же были предложены студии. И вокальные студии, и танцевальные, и волшебные ладошки. Ну, то есть то, что можно детям уже самого маленького возраста. У нас воспитатели занимаются, то есть по утрам специальные книги, учебники. Там у них есть рабочие тетради, где они буквы изучают, и какие-то там слоги читать, писать, считать. То есть подготовка идет достаточно, считаю, на хорошем уровне. Социальная политика в Новосибирске – важнейший приоритет. Из городского бюджета ежегодно на ее реализацию тратят 2 миллиарда 390 миллионов рублей. Власти сумели на 40% увеличить число горожан, получающих пособия. Есть и другие пути облегчить жизнь простому человеку – пенсионерам. Когда в других регионах, например, в Ульяновске, государственная сеть аптек практически уничтожена, в Новосибирске нашли внутренние резервы не просто сохранить подобное предприятие, но и установить в социальных аптеках минимальную торговую наценку на лекарства. Прежде всего, город наделил нас тем имущественным комплексом, который, собственно, помогает нам осуществлять нашу деятельность. То есть помещениями? Помещениями, да. Прежде всего. Это колоссальный ресурс, который позволил аптечной сети остаться в городе, быть в городе, в тех местах, где десятилетиями были наши аптеки. Как утверждает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сохранить муниципальные аптеки оказалось сложно. Многие предлагали продать предприятие частникам, приватизировать. Но время показало, что государственные аптеки могут стать инструментом регулирования цен на рынки лекарств. Присутствие нашей аптечной сети позволяет удерживать цены на лекарства на минимуме. Мне говорят, ну у вас не самые низкие цены. Да, есть ниже. Да, есть те, кто демпингует. Но именно потому они демпингуют, потому у них и низкие цены, что они знают, что есть стабильно работающая муниципальная аптечная сеть, которая не даст увеличить цены на лекарства. Первую социальную аптеку открыли в 2016. Экономический расчет оказался верным. Сейчас сеть насчитывает 11 филиалов. Проект безубыточный, без дотаций, только за счет внутренних резервов муниципального предприятия. Очень хорошая аптека. То, что здесь, во-первых, социальные цены, и во-вторых, как правило, все есть. Подешевле здесь. Примерно на сколько вошли? Процентов на 15-10. Я же вообще-то не здесь, приехал из другой страны, но у меня мать здесь живет, и она всегда посылает только в муниципальные аптеки. А почему? Почему? Считаю, что здесь все честно, без обмана, без подделок. Без обмана и подделок. Именно то, что более всего ценят в городских программах жители Новосибирска. И особенно во всем, что касается жилищных проблем. А они, в свою очередь, состоят из трех задач. Капитальный ремонт старого жилфонда, снос аварийного и переселение из него людей, и строительство нового жилья. И каждое из этих направлений работы требует своего собственного подхода. Оказалось, что планировать работы по капитальному ремонту домов возможно. В этом году уже примерно 30% всех работ по этим домам выполнены. То есть мы здесь ни в коем случае не затягиваем, а стараемся максимально быстро эти работы осуществить. В плане у нас уже дома до 2020 года, даже 2021 года уже дома расписаны. Вот этот дом 60-го года постройки. Примерно на 70% изношена коммуникация. Капремонт этого дома был запланирован на 28-й год. Переписка с городскими властями позволила сдвинуть сроки на 10 лет. Крышу мы в 2018 году закончили, а с 2019 года мы начали капитальный ремонт. Это у нас, значит, кроме отопления, водоснабжение, канализация, освещение. То есть все вот эти... Полностью перекладываются коммуникации. Да. Если какие-то замечания есть, они здесь же их устраняют. Вообще молодцы ребята. Вот никаких претензий пока еще по сегодняшний день к ним не было. С 2014 года по программе капитального ремонта домов в Новосибирске обновили 1655 объектов. В следующие пять лет запланировано обновить еще 2500 домов. Немного сложнее ситуация со сносом аварийного жилья. Это улица Столетова. Деревянные двухэтажки, что строили еще в 50-х годах прошлого столетия, хозспособом, как временное жилье, долгое время были самой настоящей ловушкой для их жителей. Владимир Окишев прожил в таком доме уже 46 лет. Крыша текет на туалете все, по стене. И вот сейчас там стало течь, в той комнате. А там уже подшаманило маленько, в спальне. Вот и все. Ну и полы там все изгнили в туалете. О расселении временок разговоры шли не менее четверти века. Власти приходили и уходили. Дома то горели, то восстанавливались. Сдвинуть вопрос с мертвой точки не получалось. Дед еще мой строил, и отопление не проводили, потом и туалеты сами ставили делать, потому что ничего не было. Они изначально на улице были. И вообще это было временным жильем. Когда на место, где стоят бараки, стали засматриваться застройщики, городские власти им поставили условия. Как можно лучше позаботиться о переселенцах. И попросили строителей с жителями развалюх поступить по-человечески. Если у кого коммуналка была в аварийном доме, то предоставить тем отдельное жилье. Буквально в том году от мэра повесили объявление, что к концу 19-го года обязуются расселить. Ну вот, новая квартира, все хорошо. Вот так у Надежды вместо двух комнат в коммуналке на первом этаже деревянной развалюхи появилась своя собственная двушка. Это будет спальня. Это самое здесь будет кровати. Ну, спальня две стоят. Шкафы здесь. Здесь тумбочка для белья. А там будет зал. Так что вот он и счастье. Интервью с Надеждой мы записывали накануне переезда в новую квартиру. Владимир Окишев, что 46 лет прожил во Времянке, это ее сосед сверху. Вариант для него застройщики уже подыскивают. С каждым переселенцем работают в индивидуальном порядке. Всего за пять лет расселено 205 аварийных домов. Это все плановая работа. Куда сложнее было решать проблемы обманутых дольщиков, поясняет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 72 объекта, 72 дома замороженных мы ввели в действие. Каждый дом, если хотите, это отдельный алгоритм. Потому что у каждого дома своя история. По-разному складывалась она, по разным причинам останавливалась. Кто-то испытывал экономические трудности, кто-то попал под кризис, не сумел достроить, кто-то просто занимался мошенничеством. Существуют у нас объекты, которые начинали строить еще в 2005-2008 году. За квартиру в высотном доме Максим Певин расплатился в 2006 году. Хотели улучшить свое плове. В 2008 году начали, может быть, даже чуть раньше появляться окна. Начали стеклить фасад здания. И на этом, собственно, все остановилось. Потом эти окна начали разрушаться. Здесь такое привлекательное место для молодежи появилось. Здесь дом интересный, можно у вас позабраться, похулиганить. По-моему, даже здесь с Тарзанки прыгали, аттракцион такой был. Наконец, два года назад при помощи городских властей нашли нового подрядчика. К этому времени жители образовали свой жилищно-строительный кооператив. Кто смог наскрести еще денег, добавил. Некоторые взяли от застройщика денежную компенсацию. Город тоже оказал посильную помощь. В процессе строительства, когда мы увидели, что идет активная стройка, также на совещаниях нам говорили, что предусмотрены определенные субсидии, вот таким, чтобы помочь, так скажем, достройке дома, обманутым дольщикам. И по этим субсидиям у нас, насколько мне известно, были закуплены лифты, установлены, порядка, наверное, 13 миллионов рублей. И была благоустроена придомовая площадка, включая там детскую площадку, это порядка 16 миллионов рублей. Дом сдан в 2018 году. Максим уже сделал ремонт и вот-вот переселится в новое жилье. В Новосибирске, по официальным данным, осталось 49 проблемных объектов. В 2019 году планируется 10 из них ввести в эксплуатацию. У нас существует программа оказания поддержки застройщикам. Есть алгоритмы определенные. Дольщики образуются в ЖСК, начинают работать самостоятельно. А где-то действует закон, который позволяет привлечь нового застройщика, нового инвестора. Мы не платим ему денег, этому новому инвестору. За счет чего он строит свою экономику? Мы выделяем ему землю муниципальную. Мы выделяем землю для того, чтобы он, да, он потом отработает. Он на этой земле построит дома и заработает на этом. Но за счет своих средств, за счет своих ресурсов он закончит сначала строительство вот этого дома. Рынок строительства нового жилья мэр называет разогретым. Приводит цифры. С 2015 года строители сдали 1 миллион 700 тысяч квадратных метров жилья. Это по одному метру на каждого жителя города. Впрочем, сейчас есть сомнения, нужны ли такие объемы городу, нет ли в этой отрасли перепроизводства. Сейчас темпы сдачи новых домов уже скромнее, а вот благоустройство города, зеленые зоны, значительно отставали от жилищного строительства. Поэтому значительные бюджетные средства были направлены на скверы и парки. И вот эту набережную. Ее привели в порядок в рамках специального городского проекта. Когда я вижу вот этих гуляющих десятки, даже сотни порой, новосибирцев, гуляющих по набережной, мне больше аргументов никаких не надо. Это признание. Действительно, горожане свой выбор делают ногами. Сразу оценили новую пешеходную зону по достоинству. Потому что какой бы ни была насыщенная жизнь в крупнейшем сибирском мегаполисе, психологический комфорт дорогого стоит. Субтитры создавал DimaTorzok